Игорь Геннадьевич, спасибо большое, что согласились с нами пообщаться в последний день сборов, провести итоги. Ну и тема она продиктована сама собой, это сборы. Скажите, пожалуйста, всем ли вы довольны? То есть вот сейчас, в последний день, есть такая приятная усталость от проделанной работы? Я думаю, приятная усталость не только у тренерского штаба, я думаю, приятная усталость у ребят. Осталось то, что мы планировали на этом сборе, включая участие в турнире. Вот мы выполнили, то, что хотели увидеть, мы увидели. Еще есть время, немножко до первой официальной игры, будем поправлять то, что мы считаем еще, что не до конца сделали. Три контрольных матча было проведено на втором сборе, и все они в рамках Атлантика. Но понятно, что с точки зрения результата тут не нужно ни о чем говорить. А вот сами игры, они что вам дали? Можете чем-то поделиться? Ну, дали, во-первых, пищу для размышления. Есть у нас тренерского штаба, после каждой игры собирались, разговаривали, делали выводы и для себя, доносили это до ребят. И в то же время постарались наигрывать связки, потому что там, как вы видели, то, что три игры и разные составы были. Ну, в общем, то, что мы хотели, то мы увидели. Ну, вот у болельщиков такой более дилетантский анализ, и все первое, что бросается в глаза, это вратарская позиция. Три матча, три разных вратаря. Вы не раз высказывали свое доверие и говорили о важности Маринату Гильермо, но вопрос о конкуренции на этой позиции актуален? Ну, конечно. Конкуренция, я считаю, что в «Локомотиве» три вратаря не примерно одного уровня. И я считаю, что это самая сильная позиция среди российских команд чемпионатов в «Локомотиве». А конкуренцию никто не отменял. Она была, есть и будет. Исходя из этого, вы как тренер приемлете, условно говоря, ротацию на данной позиции по ходу сезона? Ну, я не любитель. Во-первых, вратарей передергивает это по футбольному слову говоря. Потому что это такая позиция, что если вратаря меняют только в том случае, если, не дай бог, он травму получает. Или три-четыре игры сыграл на Юрина. Это мое мнение. Потому что я просто повторюсь, я не любитель ротации в вратарской позиции. Правильно ли понимаешь, что в данном случае многое зависит от тренера вратарей? Ну, конечно, он с ними и занимается. Я их как бы не вижу. В том же процессе я их вижу только на игре. Мы с ним беседуем. Конечно, я прислушиваюсь к его мнению. И уже после разговора с ним по составу решаем, кто дан на игре номер один. Многих давно мучает вопрос, как разделяет соответственность между Олегом Пашининым и Саркисом Аганесионом. Можете занавес тайны приоткрыть? Да, здесь нет никакой тайны. Все делают общее дело. Я не разделяю между собой Олегом и Саркисом. Единственное, что последнее все равно решение за мной и по составу, по трёхшему процессу. Но такого нет у нас разделения. Чем занимается Аганесиан, чем Пашинин. Такого нет. Примерно все занимаются одним делом. Сборы, как мне кажется, дали ещё положительные эмоции с точки зрения прогресса молодых футболистов. Вот яркая игра Рифата Жемлединова действительно бросилась вчера в глаза. Вы сами заметили, что Рифат до сборов Сосновой и после – это другой футболист. Конечно, первые тренировки любого молодого игрока, попадая в основ состав, бывает неуверенность, стесняется немножко. Но это и наша задача тренерского штаба – донести до него, распрепостить. Он такой же игрок, как и все. Видимо, он воспринял это хорошо. Я вообще люблю футболистов молодых и наглых. Наглых? Да. Как Дима Баринов. Дима Баринов, да. Вот такие. И я думаю, что Рифат такой же. Дай бог, чтобы он был таким же. Но наглым не в жизни, наглым на футбольном поле. Наглых в жизни хватает везде. А вот именно на футбольном поле. И вчера эта игра показала, что он и неуступчивый, травму нанес четвертому номеру игрока, сопернику. Но такая была чисто футбольная травма, не грубость. Но это уже хорошо, что у парня есть стержень такой мужской, что характеризуется. Рифат также заработал 11-метровый, а исполнил его Алексей Миранчук. Понятно, что Алексей Миранчук уже… Ну, его нельзя отнести к агорту молодых и перспективных. Это уже самый, что ни на есть, игрок основного состава. Но вопрос на другую тему. Алексей Миранчук, если говорить о его позиции на поле, ну, десятка. И вот я долго думал и не сумел подобрать другие примеры из мирового футбола игроков на этой позиции, которые при этом не исполняют стандартные положения. И вот на зимних сборах Алексей стал подходить и к исполнению угловых, и стандартных положений. Вот объясните, пожалуйста, этот процесс. Ну, мы это обговорим перед игрой. Потому что у Алексея неплохая левая нога. Вот это и на тревогах мы пробовали, что он угловые подает, боковые штрафные. Вот он неплохо получается. Ну, 11-метровый мы после первого тура Атлантика стали отрабатывать. Ну, так и до этого в Москве. Ну, он уверенно бьет 11-метровый. В принципе, на всех трое кто-то может пробить. Может такого казаться, что двоих не будет на футбольном поле. Поэтому Алексей... Ну, Алексей штрафной, я так скажу, что игра головой-то не его конет. Поэтому ему там, в принципе, штрафной... Делать нечего? Ну, может так, грубо сказать, делать нечего. Поэтому надо задействовать его доставки. Доставки они плохие. Игорь Геннадьевич, вот напоследок, ясное дело, что в Фенербакче это главная мысль в наших головах, головах болельщиков. Ну, сейчас последний день сборов. Все-таки задам вопрос о Фенербакче. Футболисты говорят, что они пока не смотрят в ту сторону. Тренерский штаб нам все ближе к делу объяснит. Ответ такой. Ну, тренерский штаб-то смотрят. Ну, конечно, мы смотрели и с Анталия Спор, когда они проиграли 4-2. Были в Эмиратах, смотрели игру на кубок, где они выиграли 1-0. И вот 12-го числа они играют с Касым Паша в Стамбуле. Тоже будем смотреть. И, может быть, даже один из тренеров полетит его на эту игру. Вживую посмотреть. На болельщиков действительно серьезным образом сказывается звездность имен состава Фенербакче. Можете сказать им что-то обнадеживающее, позитивное, ободряющее, быть может? Не, ну, во-первых, любой игрок играет так, как позволяет ему оппонент. Это первое. Ну, второе, в футбол именно уже давно не играли. Какой бы звездой игрок ни был, то он все равно надо на поле выкладываться и доказывать, что я звездный. Ну, это уже от нас будет больше, зависит от игроков, как они подойдут к этой игре, как они сыграют против того или иного игрока, соперника. А фамилии всю жизнь были звезды. И играли против них обычные футболисты. Или наоборот. Так что, ничего страшного. Субтитры создавал DimaTorzok